И в отражениях, даже если мы его не видим красным, но он хочет. Вот эту красноту наберем на холст. Возьмем разбавитель, возьмем белило, краснило, коричневило, желтило. Все присутствуют, да? Да. Избавиться от белого. Поизбавиться, поизбавиться. Можешь пока тупенько избавиться от белого вот этим каким-то цветиком. Когда ты им избавишься, ты избавишься и здесь, там где вода, ты возьмешь потом мастихин, возьмешь белильца, возьмешь бирюзовенький, чуть желтенького. Чуть желтенького. Но потом ты вторым слоем придешь, уже более плотным, и начнешь перекрывать и это. И у тебя сформируется естественность. Красный будет мигать, он будет мигать, но он уже будет мигать естественно. Единственное, что когда ты будешь здесь накрывать, можешь вещество краски гнать. Что значит? Нагонять вещество. А здесь сделай как бы в притирку. В притирку не вот с такой густотой, а в притирку. После этого ты возьмешь мастихин и здесь поставишь вертикали домов. Вертикали, смотри. Как масло на хлеб, только большой хлеб и много масла. Нашвыряешь и с этой стороны вот такие мощные вертикали домов. С этой стороны, я туда сейчас пока не захожу, но покажу тебе с той стороны. Ты еще нашвыряешь идею вот таких кирпичиков. Вот тебе, вот тебе, посмотри. Вот тебе. Много-много-много кирпичиков. Такими брикетиками. Причем чуть светлее, чуть темнее, чуть светлее, чуть темнее. Причем светлее можно пустить, ты видишь, по косой. По некой косой траектории солнечный лучик зашел. Играем как будто бы это здесь, но с этой стороны играем. Вот такой лучик зашел. И ты его надробила светленькими. Давай так ужасным образом. Значит, все это чуть-чуть смазание. И этот цвет мигает здесь, и коричневый мигает внизу, да? То есть все друг на друга дают рефлексы цвета. Более ярко, более нарядненько. В этом месте. Ярко, солнечненько. А дальше, ты видишь, пошел такой цвет уже, холодноватый. Его загонишь дальше. Причем, смотри, вот ты делала вот такие полосочки червякообразные. Я делаю рыхлятину, лодочка подобную. Лодочка подобную рыхлятину вместо червяков. Такая стайка лодочек. Вот это рыхленько и вот с этим настроением. Вот с этим. Не червячков кончиком вытягиваем. Вдали у нас гуляет свет. Он оранжев. Он вот так ярок. В нем проявление желтого, алого, красного. И даже зелень там. Желтит, да? Желтит зелень. То есть там буйство оранжевости света. Вот такое буйство оранжевости света. Сразу понятно, там свет. Напротив здесь тенисто. Тенисто. Это то, что отражает в себе цвет неба. Это синька. Это с розовинкой. Появляется идея тенистого. Тенисто. В цвете весьма, да? Тенисто. Тенисто. То есть теневые любят синьку, поскольку небо отражается. Световые любят оранжевинку. Вот мы сразу отделяем свет от тени. К этому всему, конечно же, подмешивается и коричневизна, и краснота. То есть собственный цвет того, что мы изображаем. Все вместе дает их правдоподобие. Похожее действие и с этой стороны. Берешь сначала сининку. Чуть-чуть этой сининочки подмешиваешь. Припачкиваешь. Вот здесь синькой и не пахнет. Сининкой, сиренелинкой не пахнет. А здесь пахнет. Но потом собственный цвет прибавляется к цвету тенистого. Сразу тенистого. Очень простой и умный ход. Возьмешь голубой с желтым. Иногда с грязцой, которая подхватится оттуда. И создашь идею отражения и вот этого состояния воды. Вот такого. Сначала вертикаль, потом и... И вот такая змейка. Вот такая. Ей навстречу придет холодного цвета. Змейка светлого. Есть там такое, да? Когда ты это устроишь, потом вот этот полосатый глянцевый характер, ты нарушишь характером чирков. Лодочных чирков. Хорошо? Давай. Ну там кирпичики и тому подобное. Но ничего, с архитектурой получше. Тоже ничего. Вполне ничего. Единственное, что там красивая контрастность, которая не выражена. Выражена там. На пленэре выражена контрастность вдоль линии отражения. Есть такое, да? Смотри, прям вдоль линии отражения выражена контрастность. И уже вода так всколебалась. То же самое осуществишь. То есть контрастность, да? Не мутный переход одного в другое, а контрастный. То есть здесь все светло. Ага, давай, счастливенько. Вот они, вот они. Малая мера красочки и брикетики, брикетики. Накидаешь брикетиков таких. Порубишь на брикетики теневую. Просто порубишь. Ее вырисовывать не надо, а порубить. Может быть чуть-чуть подобавишь разной тональности. Причем эти камушки снизу, которые они смотрят в этом направлении, вот в таком. Вот в таком. Да, по логике вещей. Ты здесь эту логику увидела, значит ты здесь произведешь. Вот такая логика. Камни туда. А здесь наоборот камни чуть с уклоном. То есть все сходится в точку к линии горизонта. Есть там такое, да? Уклон ко мне так, уклон ко мне так. Берем некое темное. И сначала некий силуэт ставим, который потом начинаем доигрывать. И проигрывать. отражение и тень. Так, ну ты мне хотел показать что-то у тебя не получается, ну покажи как. Ясно, смотри. Значит ты берешь на кончик и как бы раздавливая, мастихин продавливается. Продавливается, то есть не плашмя, а чуть-чуть продавливаешь. Хорошо? И все, пошло, поехало. Идея вертикали. Оно, да? Идея горизонтали. Грязноватое пятно. И теневые недолюбливают густую краску. Смотрите, как сейчас на этом состоянии краски прозвучит светлое. Звучит? То есть теневые недолюбливают густую краску, световые наоборот. Теневые вещества. Да, да, да. Теневые. Рецепт. Минут. Возьмите. Возьмите зубку. То есть некое, некое, некое мутное периферийное, не обращая на него пристального внимания зрителя, некое. Немного для солнечности, можно и так. Чуть-чуть, особенно там, вдали. С окнами, я вижу, ты в дружбе. Ну, вообще-то это все в порядке. Так, дальний кусок снабдить еще светом. И это сегодня будет, да? Добавляем. 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 Просто перечисляю цветовые настроения, которые вижу. Смотри, более цельный характер пятен, то желтоватый, то зеленоватый, то белесый, свет из-под теневой, здорово всегда звучит. Вот так это делается. Раз и дело. Яркий свет на заборчике. Яркой зелени. Чирк, смотри, чирк. Чирк по толстой. То есть такой, только плашня, но с густотой краски. Какая-то лодочка. Что-то на лодочке. Видел, как я все? Так же, как и здесь, да? Что-то там сверху. Сейчас водочку здесь вот так. Там его отвергаем. Угу. Ничего не вырисовываю, а все что-то там формируется. Геометричность, да? Формируется. И такая расплывчатая, как ей прилично быть. Теревца чуть заслоняется. Макательно моделировательно. Дымчато упаковалось, да? И пусть там какие-то молочки-молочки не очень понятны, но и не надо. Разделение на сегменты этих этажиков образовалось. Вот эти бревна, на которых они привязаны. Всюду там. Даль любит быть синеватой. Чуть-чуть подсунем холодного цвета. Кто-то палился туда угол и тогда ушел. И туда пошла вода. Там она нарядная зеленая. Сейчас попробуем. Смотри. Ступеньку сделал. Ты видела? То есть ступеньку зигзага. Ну и давай в таком ключе. Там есть как бы рёбра некие, которые надо чуть-чуть выразить. Частично ты рёбра выразила, частично нужно довыразить. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Причем стоило сначала сделать много-много-много-много прикосновений, а потом уже вкладывать окна. Потому что она вся кирпичная. Смотришь, вот отдельно теперь между окнами выстраивать кирпичи. А так ты бы нашвыряла этих кирпичей сначала. Всюду все стало бы кирпичным-кирпичным. И тогда бы внутрь уже вложила бы окна. Но это не значит, что балкон будет вот прямо как там. У него будут приблизительные проявления балкона. Самое главное проявление балкона это вот такое. Вот такое туда. Вот такое туда. И тенистое позднее. Брать другой инструмент, чтобы его изобразить, тоже не стоит. Потому что иначе надо и остальное тоже изображать. То есть язык живописи здесь определен. Это язык мастихиновой укладки. Иначе. Самые темные места в этих амбразурах это вот эти. Вот эти места. Они самые темные. Широковатые, конечно. Широковатые, да? Вот опять же, сначала стоило камню, да? Помнишь, я вначале говорю, вот накидать, накидать каменную, каменную, каменную. Потому что теперь приходится тулиться. Иначе. Вот самые темные проявления. Либо открытый вход. И в нем тоже темно. То есть сама амбразура. То есть это про стенки. Ну, вполне кирпично, старинно, полуразрушенно. Иначе. Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, как-то без красок обходилось, мне все время не приходится Добавил субтитры Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok